Всем привет, друзья! Сегодня 24 июня 2020 года. Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, заранее прошу прощения за качество звука, если вдруг какие-то посторонние шумы попадают на видео. Нахожусь на даче, так что тут кузнечики, поют птички. Прошу прощения, надеюсь, что меня слышно. Ну что, друзья, в нашей традиционной рубрике «Утренний обзор» предлагаю, как обычно, полистать любопытные новости. Затем посмотрим, что у нас происходит на рынках и заглянем в мои портфели. Напомню, что инвестирую через брокера «Открытие», там мои российские активы. И также у меня есть ИС у брокера «Тинькофф», на котором торгуются мои американские акции. Ну и совсем недавно у брокера «Тинькофф» я задействовал и обычный брокерский счет, на котором находятся мои валютные фонды. Погнали, друзья. Ну, напомню, что сегодня торговый день у нас неполноценный. Московская биржа сегодня работать не будет, потому что этот день объявлен нерабочим. Сегодня мы ждем проведения парада. Ну, в Москве, наверное, главным образом, но и в других городах эти парады пройдут. Поэтому сегодня у нас работает только Санкт-Петербургская биржа, но, тем не менее, я так думаю, освежить в памяти происходящее на рынках вполне себе стоит. Ну и самая главная, наверное, тема – это обсуждение вчерашнего выступления президента и обсуждение тех мер поддержки, которые он анонсировал. Ну, я напомню, что президент анонсировал поддержку для детей. Будут очередные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Поддержка безработных продлена до конца лета в увеличенном размере. Также продлены меры поддержки для бизнеса в части кредитования, в части ослабления налогового времени. Ну и, наверное, самое любопытное – это повышение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов, но не для всех категорий граждан, а лишь для тех, чей доход, годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Ну, то есть среднемесячно это получается более 400 тысяч рублей. Ну и вот читал я сегодня очень любопытное мнение на этот счет Алексея Кудрина, главы счетной палаты. Вы знаете, я вот с любопытством всегда слежу за его высказываниями. Вот Сергей Гуриев, мной очень сильно уважаемый, ему как-то задавали вопрос, кого вы считаете в России из действующих экономистов, ну, кто, скажем так, имеет какой-то вес и авторитет, находится на руководящих должностях. Он назвал троих человек. Он назвал Кудрина, он назвал Грефа и он назвал Эльвиру Набиулину. Ну, я так думаю, к мнению Сергея Маратовича вполне имеет смысл прислушиваться. Так что Кудрин, понятно, он часть системы, часть плохо работающей системы, но мне кажется, он все-таки довольно либеральная часть. И вот, в частности, он высказывал свое мнение насчет этого налога и сказал, что в принципе это все сделано довольно-таки аккуратно, но главное, чтобы государство в дальнейшем не распространяло действия вот этого повышения на другие категории. Ну, то есть, так можно интерпретировать его слова, и мне кажется, он очень точно сформулировал эту суть. То есть, он намекает, что если государство впоследствии продлит действие вот этого повышения на другие категории, ну, то есть, не ограничит только сверхвысокодоходными лицами, кто зарабатывает слишком много, то в таком случае, возможно, недовольство у людей, мне кажется, это довольно справедливо. То есть, я даже сейчас не уверен, что это будет воспринято хорошо теми, кто зарабатывает много, но тут, видите, мы рассуждаем со своей колокольни. Коль скоро я не подпадаю под эту категорию, мне, в общем-то, и все равно. Но, мне кажется, рассуждать так неправильно, и надо всегда примеривать все происходящее на себя. Не исключено, что государство в дальнейшем подумает о том, чтобы повысить налоги и для нас, для тех, кто зарабатывает не так много. Ну и также, друзья, кто не видел, оставлю вам ссылочку с обзором вчерашнего торгового дня, с прогнозом на день сегодняшний. Ну что, погнали вспоминать, что было на рынках. Индекс Dow Jones вчера прибавил 0,5%. Индекс S&P 500 вырос на 0,43%. Нефть марки Brent сейчас стоит 42 доллара 82 цента за баррель, и за день прибавляет 0,47%. Российская EUROS тоже хорошо растет, ее цена 44,46, и плюс в рамках дня 0,95. Индекс RTS вчера по итогам закрылся в плюс на 1,94%. И индекс Мосбиржи прибавил 1,04%. Ну, друзья, к сожалению, сегодня никакой динамики мы не увидим. Мне, например, это скучно, потому что для меня все самое интересное происходит именно на московской бирже. Но, тем не менее, сегодня торгуется Санкт-Петербург, сегодня вечером откроется Америка, так что следить за этим все равно необходимо. В моем российском портфеле, соответственно, сегодня тоже никаких изменений мы не увидим. 449 726 рублей здесь в активах. И, таким образом, финансовый результат за неделю плюс 2,11% и более 9000 рублей за 30 дней. Плюс 1,3% и плюс 5779 рублей. Ну, единственное, что вот я сегодня ожидал, сейчас я вам покажу. Сегодня должны были прийти дивиденды по компании Саратовский НПЗ. Сегодня вроде как дата. Вот слабенький интернет. Так, подгрузилось, подгрузилось. Сейчас мы посмотрим. Вот, смотрите, Саратовский НПЗ. Дивиденды. И вот, видите, выплата 24 июня. Должен был я сегодня получить 1766 рублей, что соответствовало бы более 9% дивидендной доходности. Но, скорее всего, сегодня я этих денег не увижу. Ну, надеюсь, что завтра они мне на счет капнут. Все, больше ничего интересного тут сегодня не произойдет. А вот на брокерском счете в Тинькофф, индивидуальном инвестиционном, здесь динамика имеется, плюс 0,33% роста за сегодня. И плюс 274 рубля бумажный доход. И у меня всего здесь 83 046 рублей. Ну, и мы видим, что большинство акций сегодня прибавляет. Растет Verizon, Pepsi, растет Microsoft, Apple, AMD, Alliant Energy и AbbVie. В минусе сегодня Intel и в минусе сегодня Merck. Валюта, друзья, сегодня тоже не торгуется, потому что это происходит на московской бирже. Так что объем возможных операций сегодня очень сильно ограничен. Можно торговать только американскими активами. И вот мой второй счет. Это обычный брокерский счет, также у Тинькофф. Здесь у меня 88 485 рублей. И на сегодня мы видим, что тоже никаких изменений нет. Все мои фонды стоят в нуле, потому что тоже работа по ним происходит на московской бирже. Общий результат по этому портфелю плюс 0,52% и плюс 457 рублей. Отличный результат, если учитывать, что портфель я создал буквально 3-4 дня тому назад. Ну вот так вот, друзья, в общем-то сегодня скучновато, но ждем парад, отдыхаем, получаем удовольствие от увиденного тем, кому это все нравится. Мне я не могу сказать, что это нравится. Я вам уже рассказывал свое мнение об этих патриотических мероприятиях военизированных. Но в любом случае посмотреть на это имеет смысл. Уж коль скоро из бюджета на это тратятся очень гигантские деньги. Все, друзья, хорошего дня. Ждем завтрашних торгов. Ну и тем не менее, все равно сегодня по итогам я свой прогноз запишу. Подведем итоги торгового дня. Посмотрим, что у нас сегодня было в Америке. Так что подписывайтесь на мой канал и поставьте лайк за это видео, если не трудно. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok